При этом получается, чтобы стать инвестором Газпрома, достаточно суммы порядка 2,5-3 тысяч рублей. То есть на 10-летнем промежутке времени это составит 3,5 миллиона. Путем простого накопления, то есть обладая в принципе капиталом в 10 тысяч рублей, уже можно формировать диверсифицированные портфели различных классов активов. Всем привет, на связи Максим Петров и канал MaxCapital. Мы продолжаем серию наших видеоответов на ваши вопросы. И сегодня мы будем говорить о наиболее популярных мифах про инвестиции. Поможет мне в этом традиционно Николай. Николай, приветствую. Максим, рад видеть. Давайте сразу начнем. У меня много друзей, которые не инвестируют, потому что считают, что для того, чтобы инвестировать, нужно много денег, миллионы. Так ли это? Я всегда, когда люди начинают говорить о том, что нужно инвестировать, нужно миллион денег, рекомендую зайти просто на сайт биржи московской и посмотреть, сколько минимальный лот. Здесь вы можете сделать, вспомнить компании, которые у вас на слуху. Газпром, национальное достояние, Роснефть, которые много заправочных станций, Лукойл, Сбербанк, ВТБ и посмотреть, соответственно, сколько стоит одна акция и самое главное, сколько стоит минимальный лот. Потому что есть такое понятие, цена одной акции. Но иногда бывает, что цена одной акции очень невысокая, и поэтому они торгуются в лотах. И если компании стоят там копейки, то в лоте может быть несколько бумаг. При этом получается, чтобы стать инвестором Газпрома, достаточно суммы порядка 2,5-3 тысяч рублей. Цена одного. То есть Сбербанка ценносопоставимы. Наверное, компания, которая стоит дорого, это ГМК Нарильский Никер, где цена доходит до 20 тысяч рублей за одну акцию. Но если человек со средним доходом в России смотрит на свою зарплату, то в принципе даже 2,5 тысячи рублей в месяц вполне можно направить на инвестиции. Здесь, насколько я понимаю, люди не инвестируют не потому, что они там не могут себе купить одну акцию Газпрома, а потому что они не видят смысла в том, чтобы покупать всего лишь одну акцию. Да, какой от нее толк? Ну вырастет она на 50 рублей, стану я богаче на 50 рублей. Какой в этом смысл? Очень хороший вопрос. Это одна из закономерностей, одно из возражений, с которым приходится многим инвестиционным консультантам в брокерских компаниях сталкиваться. Я люблю часто повторять в этом случае, что у нас люди очень сильно переоценивают себя на коротком промежутке времени и недооценивают на длительном промежутке времени. Возможно, да, с 10 тысяч рублей, если вы заработаете там 15%, это получается 150 рублей и вроде бы как прибыль ни о чем. И вот сам этот миф, который живет в мозгу каждого человека, приводит к тому, что с одной стороны, он вообще не инвестирует. В принципе. Есть хорошая поговорка «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, не пожалеть». Второй момент – нет опыта. То есть ты не изучаешь, как это происходит, ты не владеешь инфраструктурой. И даже если у тебя сформируется капитал, долгосрочный ты консервативный инвестор, то тебе все равно это нужно будет все проходить и это нужно будет изучать, это потерянное время. И третий момент, который вытекает именно из этого, то есть к чему стремятся люди. То есть зачем мне вкладывать 5, 10, 15 тысяч рублей с целью получить там доходность 15, 20, может быть 25% в лучшем случае, когда, ну, потерять не жалко. Да, то есть лучше я куплю, не знаю, там, криптовалюту на эти деньги, да, и у меня будет x2, x3, x4. Лучше в IPO участвовать, и у меня будет там 100% итогов. То есть опасность этого мифа заключается не столько в том, что человек не инвестирует, хотя это тоже опасность из себя представляет, он просто не инвестирует и уже не получает результат, не получает как минимум дивидендного потока. А второе заключается в том, что человек пытается в короткий промежуток времени, он не относится серьезно к этим деньгам. Он считает, что эта сумма небольшая, и в этом случае он начинает, зачем мне зарабатывать мало с маленькой суммы, лучше я рискну, ну, потерял так потерял. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но дело в том, что из вот таких маленьких потерь, раз потерял 15, два потерял 15, три потерял 15. То есть потеря маленького капитала в конечном счете приводит к тому, что он не растет со временем, а оборот уменьшается. Я на самом деле могу привести здесь примеры. В свое время, да и сейчас занимаюсь тренером, он рассказал такую историю, что сам он из Республики Беларусь, и он поставил для себя за правило, что он каждый день покупает доллары на тысячу рублей. Вот каждый день, да, он отвел тренировки, с ним рассчитался фитнес-центр, соответственно, он идет домой и просто за правило проходит через обменный пункт, вне зависимости от того, какой курс белорусского рубля к доллару он покупает. И тысяча рублей в день, ну, сейчас там в рублевом эквиваленте, 365 дней, 365 тысяч рублей за год образовалась сумма. Это для того, чтобы ему вдвоем с женой поехать куда-то отдохнуть, в принципе, приемлемая сумма. То есть на десятилетнем промежутке времени это составит 3,5 миллиона. Путем простого накопления. То есть это еще раз к вопросу о том, что мы готовы рисковать, вкладывать маленькие деньги в какие-то хайп-проекты, чтобы получить много, и с очень высокой вероятностью мы теряем и вынуждены стартовать с нуля, вместо того, чтобы инвестировать долгосрочно. И здесь тоже можно вернуться к вопросу, не обязательно покупать отдельные компании. То есть есть индексные фонды, линейки Финнекс, того же самого. То есть чтобы купить весь широкий рынок российских компаний, достаточно 3,5 тысячи рублей. Чтобы купить весь широкий рынок китайских компаний, 3200 рублей. Чтобы купить там американский рынок, 5700. То есть обладая, в принципе, капиталом в 10 тысяч рублей, уже можно формировать диверсифицированные портфели различных классов квартир. Максим, движемся дальше. Следующий миф касается того, что много из моего окружения людей не начинают инвестировать, потому что считают, что на рынке достаточно огромное количество профессионалов, людей, которые зарабатывают миллиарды, миллионы на этом рынке. Ну и нет смысла с ними как-то бороться, конкурировать, потому что не хватает знаний, образно говоря. Как вы считаете, насколько правильно это мнение? Я думаю, что причиной данного мнения заключается в том, что когда люди, в принципе, скорее всего, в вашем окружении, Николай, говорят о вопросах инвестирования, они предполагают, что они будут заниматься трейдингом. Потому что вокруг инвестиций на фондовом рынке как раз-таки вот это вот аура, что это биржа, что это кто-то что-то кричит, звонят, совершают сделки, или это какие-то крупные дядьки, миллионеры, миллиардеры, которые это миллиардами двигают. Конечно же, на рынке присутствуют такие игроки в том числе. С другой стороны, это есть работа, ну, люди, которые занимаются этим профессионально, есть инвестиционные банкиры, которые непосредственно этим занимаются, но есть люди, которые занимаются частными инвестициями через инструменты коллективного инвестирования, через паевые инвестиционные фонды, через взаимные фонды, через какие-то ETF и те же самые. Что здесь нужно понимать? То есть вот людям, которые сталкиваются с таким мифом и делают такие возражения. Во-первых, как минимум стоит попробовать, посмотреть, как это работает. Это раз. Два. Фондовый рынок – это в любом случае продолжение реальной экономики. И мы возвращаемся к вопросам инвестирования, что вы вкладываете в объекты предпринимательской деятельности, в компании, которые создают прибавочную стоимость. И фондовый рынок, растет ли он, падает ли, но в принципе все равно долгосрочность увеличивается, потому что растет производительность труда. Поэтому если изменить точку входа внимания своего с позиции, что я буду трейдить на рынке, что я буду спекулировать на рынке, конечно же в этом случае ты столкнешься с большим числом людей и профессионалов, и непрофессионалов-трейдеров, с которыми ты должен будешь в неравной борьбе пытаться победить. С другой стороны, ты можешь выбрать индексное инвестирование, пассивное инвестирование, о котором очень много говорит Джон Богл, человек, который в 80-м году в целую индустрию создал индексного инвестирования, который высмеивал активное управление как раз тех самых профессионалов, то есть он раскрывал людям глаза, показывая, что где, как, почему эти профессионалы зарабатывают, и они даже зарабатывают не столько на доходности, зарабатывая больше, сколько на доверчивых клиентов. То есть я правильно понимаю, что ответ нет? Ответ нет. Любой человек может начать с индексного инвестирования. Такие инструменты доступны даже неквалифицированным инвесторам. Это неправда. Ну, отлично. Край муха услышал о том, что вот Wall Street, да, брокеры, слижирные коты. Я, Максим, смотрел фильм Walks Wall Street, и у меня сложилось впечатление, что вот фондовый рынок – это какая-то такая клоака людей, которые обманывают всех вокруг и наживают себе состояние. Ну и, соответственно, миф – я туда не пойду, я не начну инвестировать, потому что там одни обманщики. Как вы думаете, правдивый это миф или нет? Хороший вопрос. Знаешь, есть такая метафора, да, то есть пчела везде видит цветы, муха везде видит кое-что, да, то есть на чем-то фокусируешься, в принципе, то ты получаешь. Действительно, индустрия финансового консультирования, финансового планирования и глобально, и в России тоже там есть, опять же, со своей спецификой. Вы должны понимать, ребят, и в принципе люди, которые думают, что, ну, нет у нас альтруистов, то есть это бизнес, это одно из направлений бизнеса, причем как бизнес-модель шикарная, потому что она позволяет тебе зарабатывать всегда, то есть рост ли на рынке, падение ли на рынке, зарабатывают ли клиенты, теряют ли клиенты. Главное, чтобы клиенты торговали, то есть то, что важно для индустрии, чтобы клиенты торговали, и как можно больше торговали. И основная прибыль брокеров, это как раз-таки брокерская комиссия, которая вот как раз в фильме «Волк-стрит», когда он только-только приходит, ему как раз-таки рассказывают, что начинают бить себя в грудь, то есть он говорит, самое главное, чтобы клиент торговал, чтобы он не забрал свои деньги, придумывая новую идею, потому что брокер зарабатывает на комиссии. Брокер будет это делать по-разному, кто-то будет торговые сигналы, кто-то стратегии предлагать, кто-то личного брокера, кто-то делать юзабилити какую-то комфортную, для того, чтобы человека заставить покупать-продавать, нужна комиссия. Если ты это понимаешь, если ты это осознаешь, ты приходи к вопросу, связанному с тем, что плати меньше транзакционных издержек, то есть купи индексный фонд, купи, чтобы этот фонд был самый дешевый, покупай его, постоянно не продавай, то есть в твоих силах, где бы ты ни находился, контролировать количество операций, которые ты совершаешь в брокерском счете. То есть это опять посыл идет из трейдинга, я буду вот здесь покупать, я буду здесь продавать, вот это, вот это, вот это, смотрит в прошлое, говорит, в будущем я буду делать то же самое. И получается, сам настрой трейдинга, он и приводит к тому, что человек сделает массу оборотов, платит огромную комиссию биржи, брокеру, о себе ничего не остается. Поэтому, если понимаешь, это бизнес, и это нормально, ты по-другому на рынок не придешь, ты на рынок можешь, организованный рынок, ты можешь прийти только через брокера. Можно говорить, хорошо, плохо ли, но у тебя путь один, через лицензированного профессионального участника рынка ценных бумаг. И в этом случае ограничь свои транзакционные издержки, посмотри, какие тарифы, выбери оптимального брокера, который берет минимальный тариф, сократи количество транзакций по своему брокерскому счету. Долгосрочно инвестируй, держи, не продавай. Максим, следующий миф прямиком от моей жены, и она говорит примерно так, что ты там эти всякие акции, акции не покупаешь, это же ничего нету, давай купим квартиру, вот квартиру можно пощупать, потрогать, соответственно, это самая надежная инвестиция. А эти твои акции, это просто нолики-единички в компьютере. Так ли это, что вы по этому поводу думаете? Это мнение, которое имеет право на существование, и на самом деле у большого количества людей такое мнение есть. И я никогда не ставил себе задач развенчать как-то этот миф или еще что-то. То есть для кого-то акции это какие-то нолики-палочки, для кого-то это какие-то цифры просто на его брокерском счете. Для меня, и я рекомендую всем на самом деле рассматривать инвестиции в акции, как покупка бизнеса. Кто-то там строит автомойки, кто-то открывает магазины по франшизе, кто-то строит свои какие-то магазины, кто-то создает бизнесы, производственные бизнесы, мебельные бизнесы. То есть кто-то вкладывает свои деньги, силы, умения для того, чтобы создать свой собственный бизнес. Вопрос в том, что я в определенный момент выбрал, что я не хочу снести на себе риски, связанные с организацией нового бизнеса. Я хочу купить уже работающий бизнес. Пусть, да, я заработаю меньше, чем если бы я там вообще, может быть, открыл даже голубой океан того, чего и не было. Но с другой стороны, в чем преимущество акций? В том, что я становлюсь собственником бизнеса. Да, я не являюсь контролирующим акционером, но тем не менее, я получаю все бенефиты, которые этот бизнес несет. То есть я являюсь акционером Сбербанка, Аэрофлота, Газпрома, Росагра, НЛМК, НМТП, Сургутнефтегаза, Газпрома. И в совокупности получается, что я покупаю, ну для меня инвестиции, для меня акции, это А, покупка бизнеса, а если идти глубже и понимать, что значит, я покупаю бизнес. Моя основная задача купить время других людей. Если я купил недвижимость, купил ли я время других людей? Да, купил. Ну то есть люди действительно работали на это, поднимали это здание, возводили непосредственно, вкладывали туда какую-то прибавочную стоимость, но прибыль получил застройщик, который продал вам эту квартиру, недвижимость. Какой-то промежуточный доход она несет, когда вы в ней живете. Ну да, вы не арендуете недвижимость, потому что вы освобождаетесь от уплаты этой аренды и какое-то время, наверное, свое собственное. По сути, вот если метафору некую такую привести, то есть что, купив недвижимость, что вы сделали? Вы купили свое собственное время, да, иначе бы вы арендовали недвижимость за денежные средства, которые бы вы плали с заработной платы, где вы деньги получаете взамен на отдаваемое время. Когда же я являюсь собственником определенного портфеля из ценных бумаг, я покупаю время всех этих работников. Я являюсь собственником данной компании. И в этом случае получается, это не циферки, это не нолики, это не палочки, и это не тикеры, которые указаны той, чем я владею, являясь там, в брокерском отчете. За каждым тикером стоит реальный бизнес. И поэтому в этом случае я говорю о том, что я покупаю бизнесы, и для меня ключевая задача покупки бизнеса это купить время как можно большего количества людей. Проще говоря, для того, чтобы стать акционером Газпрома, сколько людей работает в Газпроме, это десятки тысяч людей, я могу купить один лот, это 10 бумаг. То есть 10 бумаг стоит порядка 3 тысяч рублей. 10 акций в одном лоте. То есть я вкладываю 3 тысячи рублей в минимальный лот, и я уже покупаю время тысячи людей, которые работают в Газпроме. Другой вопрос, эффективно-неэффективно работает. Я привожу в качестве примера. Я точно так же могу вложить 3 тысячи рублей и купить акции Сбербанка. Я могу вложить там 4 с половиной, 5 тысяч рублей и купить, и стать собственником Яндекса. То есть когда ты вложил 5 тысяч рублей, и каждый, как у меня конкретная ситуация, садишься в Яндекс.Такси, особенно если едешь куда-нибудь в аэропорт, водитель, как правило, говорит, слушай, отмените заказ, пожалуйста, потому что Яндекс забирает свои 30-35 процентов. Мне не выгодно ехать. Я говорю, я не могу. Дружище, я акционер Яндекса, если я сейчас откажусь, то в этом случае я сам у себя украду. А таких машин ездит тысячи по всей России. Максим, следующий миф от нашего подписчика и звучит он, я перефразирую, но смысл такой. Для того, чтобы успешно инвестировать, нужен какой-то дяденька, который дает сигналы. Так ли это? Как вы думаете? Я, может, кому-то покажется, отвечу достаточно сложно на этот вопрос, но я считаю, что это наиболее правильный, наверное, ответ, который можно дать в подобном случае. Зачем нужны сигналы людям? То есть, как правило, сигналы, которые и телеграм-каналы, и у нас есть закрытый клуб инвесторов, в который мы транслируем определенные торговые сигналы, по сути, это переложение ответственности с принятия самостоятельного решения на кого-то. То есть, есть какой-то профессионал, есть какой-то чаша священного Грааля, и здесь, может быть, не только сигналы, это в том числе передача в доверительное управление людям. То есть, вот я в этом не понимаю, не разбираюсь, ребят, вот берите, или я это не понимаю, не разбираюсь, дайте мне сигналы, что непосредственно делать. При этом, я не устаю повторить, я говорю, что в рамках закрытого клуба инвесторов мы даем сигнал, вопросов нет. Другой вопрос, что у нас это не основная цель, это не основная ценность клуба по сигналам. И в дальнейшем люди, конечно, в клубе трансформируются, но первоначально они приходят на сигналы. Почему происходит трансформация? Потому что сигнал отвечает на вопрос, как реализовать. И люди постоянно делают запросы, что будет с недвижимостью, что будет с валютой, какие акции купить, как сформировать дивидендный портфель. То есть, если мы начинаем глубже копать в каждой из этих вопросов, это на уровне тактических действий, тактических решений. То есть, люди хотят ответа на вопросы по тому, как совершить тактическое решение, не зная, сами не зная, стратегической задачи, то есть, куда они, в принципе, движутся. То есть, какая должна быть достигнута финансовая цель, в какой горизонт времени она должна непосредственно быть достигнута, какой уровень риска человек готов принять на себя. Когда нет стратегического решения, куда ты движешься, то получается, что человек находится в состоянии постоянного запроса по тактическим действиям. И кто-то использует это, подсаживая на свои сигналы. Кто-то, наоборот, развивает человека, как инвестора, развивает его мышление, чтобы он определил вот этот основной вектор движения. То есть, куда он движется, в каком временном промежутке времени, с каким риск профилем, какие риски он готов делить и как это соотносится с его долгосрочными финансовыми целями. Потому что, когда ты понимаешь, что достичь, то вопрос «как» он становится таким неважным. То есть, любой человек может привести такой пример, когда ты точно решаешь, что ты хочешь, вопрос «как» находится автоматически. Когда же человек залипает в вопросах решения «как?», 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 и мозг, соответственно, постоянно делает запросы «как?», 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 «не понимая, что». И поэтому, кто-то начинает биткоины покупать. Ну, зачем ты их покупаешь? Для чего ты их покупаешь? Что ты из этого хочешь получить? Какую конкретную цель ты в каком промежутке времени хочешь определить? Поэтому получается, что, возвращаясь к вопросу, сигналы отвечают на тактические задачи. Они позволяют достичь определенной тактической цели. Но, без знания, куда ты движешься, даже зная тактическое решение, оно тебя не сможет приблизить к твоей цели, потому что она на самом деле человек, который выдал этот сигнал, он преследует абсолютно другую цель. И поэтому получается, что в этом случае ты слепо выполняешь этот приказ, а к своей цели не приближаешься по двум причинам. Или у тебя самой этой цели нет? И человек, который дает сигнал, он тебе не даст стратегическую цель, зачем он это делает? Даже вот в проекте миллион долларов за 8 долларов в день. Здесь у нас возникает следующая ситуация. Если там сигнал, по сути, это автоследование получается. И в этом случае я даю сигналы. Но даже в рамках бесплатного мастер-класса я тут же говорю ребятам, ребят, очень важно, что вы не просто должны присоединяться к этому проекту. И вам запрещено присоединяться к этому проекту, если есть но. Оно связано. У вас нет таких же ресурсов, как у меня, а именно 8 долларов в день вы не можете направлять на инвестиции. У вас более краткосрочная цель достижения ранее 15-20 лет, то в этом случае вам это не подходит, потому что вы можете столкнуться с значительными рисками. Долгосрочная цель на промежутке 15-20 лет это миллион долларов. Не 500, не 2, не 3, не 4, не 5. То есть цель такая. То есть, когда мы с вами в головном векторе движения совпадаем, у нас единая цель, у нас единые ресурсы, у нас единый горизонт планирования, срок инвестирования, то в этом случае мы с вами подписываем джентльменское соглашение. Я вам продаю свои услуги в 100 раз дешевле, но вы нормально, адекватно относитесь к тому, что я не осуществляю персональную консультацию, вы не получаете от меня 48% ключевой ценности. Но основную ценность вы получаете что купить, когда купить, по какой цене купить и почему купить. Но более подробно об этом я, конечно же, рассказываю на бесплатном мастер-классе как работает система, на каких концепциях она основана. Вы можете перейти по ссылке в описании данного видео, где я более подробно рассказываю, как работает система, часть принципов, которые, в принципе, я сейчас изложил. Если вас это заинтересовало, welcome, рад буду видеть на бесплатном мастер-классе. Максим, последний миф, который я хотел бы с вами проговорить сегодня, это то, что инвестиции это игра в казино. Все мы знаем Илона Маска, все мы знаем биткоин, сегодня пошел вверх, завтра пошел вниз. Ну, то есть, я человек, который люблю стабильность, инвестиции это не для меня. Прав ли я? Как вы считаете? Для кого-то рынок даже круче, чем казино. На самом деле, сейчас это все больше и больше превращается в виде какой объем заемного капитала на рынке. То есть, чем интересен рынок, чем мне нравится рынок ценных бумаг, это тем, что каждому человеку по своему темпераменту он может дать тот инструмент, который ему наиболее подходит. То есть, консервативный инвестор, пенсионер найдет для себя инструмент с фиксированным доходом, какие-то индексные фонды с низкими транзакционными издержками, некими там пассивным доходом дивидендным или в форме купонного дохода. Человек, который там хочет иксы поднимать, то есть, зарабатывать 600, 1000%, 10 тысяч процентов. На самом деле, рынок дает инструментарий, который позволяет этого достичь. Это те же самые опционы. То есть, там можно громадные плечи использовать и заработать больше, но и все потерять. Поэтому рынок это очень масштабная, что называется, история, которая предполагает, что он может удовлетворить потребности абсолютно каждого человека. Самое главное, нужно понимать, что рынок не прощает несерьезного отношения к нему. Игрок, который играет в казино, он сможет для себя найти громаднейший инструментарий на фондовом рынке, может как заработать, так и потерять. И здесь вопрос собственного позиционирования, как ты к этому относишься, и развития инвесторского мышления. И здесь вопрос звучит достаточно просто. На рынке тоже есть математические ожидания. И хорошая новость в том, что на фондовом рынке математическое ожидание положительное. То есть математики на рынке, которые являются математиками в казино, которым запрещают играть, они себя очень хорошо чувствуют, потому что они могут строить определенные финансовые модели. Почему мы говорим о положительном математическом ожидании? Потому что фондовый рынок это продолжение реальной экономики. реальная экономика долгосрочно растет, потому что растет производительность труда. И из-за того, что реальная экономика растет в связи с ростом производительности труда, это говорит о том, что тренд будет растущий, то есть положительный. То есть математическое ожидание в этом случае положительное. И вопрос кто-то играет в рамках трейдинга, в рамках этих математических ожиданий. Простому инвестору можно просто инвестировать в долгую, все больше переводя вот это матожидание в близкое к 100% и регулярно инвестируя, сглаживая итоговую доходность, вы таким образом тоже получаете положительную доходность, положительное матожидание. И для вас это становится не казино, а для вас это становится инструментом создания капитала и богатства семьи. Максим, спасибо большое, что развенчали мифы, которые я подготовил для этого видео. Николай, спасибо. Друзья, если вам понравилось видео, обязательно оставляйте комментарии под данным видео. Подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления. У нас на этом все. Еще раз благодарим Николая плюсиками в комментариях. Увидимся в следующих видео.